Меня зовут Мотева Виолетта Валерьевна, я студентка 1-го Санкт-Петербургского государственного медицинского университета, 4-й курс «Клиническая психология». Мой научный руководитель Ушакова Ольга Васильевна сидит. Название моей научной работы – это индивидуальные психологические особенности подростков, проходящих лечение на отделении трансплантации костного мозга. Так, секундочку, там что-то мне не должно показаться, наверное. Заедает не только здесь у нас. Вот, не знали. Там просто даже название не очень правильно написали. Вы знаете, Виолетта Валерьевна, может быть, тоже как-нибудь с микрофоном решить вопрос, потому что не очень слышно, да? Погром? А, вот так, вот так слышно. Я уже представилась, поэтому следующий слайд. Цель моей работы – это изучить индивидуальные психологические особенности пациентов подросткового возраста, которые находятся на отделении трансплантации костного мозга в НИИ, детской онкологии, гематологии, трансплантологии. Задачи представлены на слайде, я не буду их озвучивать, чтобы не отнимать время. Моя работа актуальна, потому что на данный момент онкологические заболевания являются одной из основных причин смертности во всем мире. На данном этапе появилось множество способов лечения рака. В данной работе мы рассмотрим метод трансплантации костного мозга. В нашей работе мы придерживаемся концепции Бориса Эльконина. Подростковый возраст делится на младший школьный возраст – 11-15 лет, старший школьный возраст – 15-17 лет. Также в концепции хоула подростковый возраст длится с 13 до 21 года. В наше исследование мы пригласили подростков с 11 до 21 года. База исследования – это Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет, клиника НИИ детской онкологии, гематологии и роносплантологии Раиса Максимовна Горбачёвой. Здесь находятся пациенты, проходящих лечение ликозов и других заболеваний методом пересадки костного мозга. Виды трансплантации костного мозга я не буду рассказывать все подробно, просто они представлены на слайде, чтобы не отнимать время от самого исследования. Трудности, которые испытывает ребенок, находящийся на лечении, это в первую очередь физическая боль, тошнота, рвота, длительная социальная депривация, полное отсутствие новых впечатлений, минимизированное получение положительных эмоций. Основными переживаниями ребенка в этот период является боль, страх и скука. В данном исследовании мы использовали методики, которые подходят под определенные стандарты. Они перечислены на слайде, я также не буду их подробно рассказывать. Ввиду особенностей санитарно-апезидиологического режима, все бланковые методики были перенесены в персональную брошюру для каждого пациента. То есть была распечатана определенная брошюра, которая выдавалась индивидуально для каждого пациента. Клиническая характеристика пациентов. Объектом исследования послужили больные подростки с гемобластозами, которым была рекомендована трансплантация костного мозга. Общее число пациентов составило 30 человек, средний возраст 17 лет. Нам было решено разделить подростков на три подвозрастные группы. Это младший подростковый возраст, средний подростковый возраст и старший-юношеский. Как мы видим на диаграмме, большинство пациентов у нас старшего подросткового возраста. Также выборка была разделена на 50%, то есть 15 пациентов мужского пола и 15 пациентов женского пола. Диагнозы, с которыми поступили подростки на отделение, также представлены на слайде. Здесь, в принципе, все наглядно видно. Первая методика, которую мы изучили, это тип отношения к болезни. На данном сайте видно, что большинство подростков обладают неврастеническим, пахатрическим и тревожным типом отношения к болезни. Остальные типы встречаются меньше, то есть они все равно вынесены в процентном соотношении. Следующая методика – это поведение родителей, отношение подростков к ним. Нами было изучено то, что 100% подростков испытывают… У них высокая шкала позитивного интереса по отношению к родителям, то есть они принимают, любят своих родителей. Также у них повышенная шкала директивности, то есть они чувствуют влияние родителей на их жизнь. Но это естественно, потому что они находятся в больнице, и родители играют главную роль сейчас в их жизни. Социальная значимость болезни. Наиболее значимым показателем по всей выборке оказались ограничение работоспособности учебы, материальный ущерб, ограничение ощущения силы и энергии, ограничение свободного времени и снижение физической привлекательности. По полу разделилось то, что у пациентов мужского пола наиболее значимое – это ограничение работоспособности у пациенток женского пола, это снижение физической привлекательности. Методика акцентации характера. Нами было установлено то, что наиболее часто акцентация характера – это демонстративная, тревожная и циклотемическая. Также остальные встречаются, но гораздо меньше. Вот они тоже представлены в диаграмме. Самооценка тревожностями. Именами было установлено то, что 56% подростков из общей выборки обладают высокой личностной тревожностью, и также 63% из общей выборки обладают средней ситуационной тревожностью. Ценностные ориентации, наиболее значимые терминальные ценности – это здоровье, любовь и счастливая семейная жизнь. Наиболее значимое инструментальное – это честность, наличие хороших верных друзей и развитие. Тест САН. Я разделила здесь на различные слайды. Самочувствие. Абсолютно большинство подростков выделяют свое самочувствие как дают ему среднюю оценку или низкую оценку. Активность. 50%, то есть половина выборки, считают, что у них средняя активность, но 40% считают, что у них пониженная активность. Это естественно, потому что они находятся на длительном лечении, и сложно поддерживать активность, когда ты практически постоянно находишься в одном и том же месте и в палате. И настроение. Большинство подростков выделяет свое настроение как высокое. Возможно, это связано с тем, что когда мы проводили методики, они уже были готовы к выписке, то есть у них была завершающая стадия лечения, и вполне возможно, они уже ожидали, что они скоро отправятся домой или на дальнейшую реабилитацию. Поэтому у них были такие показатели. Тест агрессивности по ЧАБОТ. Нам было выявлено, что у 90% выборки нормальный средний уровень общей агрессивности, свойственный данной возрастной группе подростковой, у 10% исследуемых выявлен высокий уровень общей агрессии. У 33% высокий уровень вербальной агрессии выявлен. Это связано с тем, что подростковый возраст, импульсивность и повышенное вербальное возбуждение. То есть иногда подростки могут быть не селективны в своей речи, они не всегда могут говорить вежливо с родителями и с медперсоналом. Также у 23% выявлен высокий уровень аутоагрессии. И выводы. У большинства подростков выявляются дезадаптивные типы отношения к болезни. Наиболее распространенной ситуацией лечения является тревожная акцентация характера. Отношения подростков с родителями можно характеризовать как теплые, гармоничные, так как большинство подростков уважают своих родителей, адекватно воспринимают их мнение и стараются соглашаться с ним. У пациентов-подростков, находящихся на отделении трансплантации костного мозга, чаще всего определяется повышенная вербальная агрессия, чем другие виды. У большинства подростков чувствуют затруднения, связанные с ограничением удовольствия из-за тяжелого длительного лечения и нахождения в стационаре, а также свойства переживания, связанные с материальным ущербом. Также пациентам мужского пола в большей степени свойственны переживания по поводу учебы и работы, а пациентам женского пола переживания, связанные со снижением физической привлекательности. Все. Спасибо за внимание. Пожалуйста. Спасибо. Скажите, пожалуйста, у кого есть вопросы к Виктории, да, Валерии? Виолетта, скажите, пожалуйста, да. Вот у вас доклад называется, исследование называется «Особенности подростков, проходящих это лечение». А особенности по отношению к кому, по сравнению с кем? Нам было решено изучить данную возрастную группу, потому что подростковый возраст является достаточно сложным самим по себе, и было интересно изучить в ситуации болезни, насколько усугубляются некоторые черты личности, или какие психологические особенности могут быть у пациента подростка, именно подросткового возраста, который и так в этом состоянии, в период болезни. То есть в дальнейшем мы будем проводить исследования, может быть, изучать на норме, может быть, изучать различные возрастные различия между другими возрастными группами. То есть пока вы ни с кем не сравнивали? Нет, пока ни с кем не сравнивали. То есть это просто характеристика вот этой группы? То есть никаких особенностей по сравнению с кем-то вы не изучали? Ну, я так слушала, когда ваш доклад, у вас там есть и подростки, мальчики, девочки. Ну, как-то вроде бы как логично посмотреть, во всяком случае здесь особенности, да, связанные с гендером. Есть там отличия какие-то или нет? Вы сравнивали? Да, мы изучали в этом году различия между пациентами мужского пола и женского пола. Существенных различий не выявлено, средних как бы не выявлено, коррекционных различий тоже не выявлено между пациентами мужского и женского пола. Единственное, ну, такая гипотеза возникла, что девушкам свойственно давать более высокие оценки своему состоянию. То есть они более высокие оценки тревожности дают. Но это настолько несущественно, что как бы пока нельзя вывести это как, то есть это ненаглядно, чтобы можно было провести точную причинно-следственную связь. То есть пока это на стадии разработки каких-то конкретных различий. Спасибо. Ещё пожалуйста. А Владимир Владимирович, вы говорите о том, что выявили тревожную ситуацию характера. Мне интересно, как вы это понимаете? Это скорее вы какую-то ситуацию реагирования на лечение фиксируете? То есть это какую-то тревожность ситуативную? Или это речь идёт именно о характере? Вот ваша позиция какая-то? Спасибо. Я думаю, что в первую очередь, спасибо за вопрос. Это связано с тем, что из-за состояния ребёнка в период вот этого нахождения в больнице, это скорее всего, наверное, связано с сетологическим. То есть нельзя вынести это как определённую часть характера. То есть в дальнейшем мы тоже изучим этот вопрос. Надежда Геннадьевна, получили, да? Есть ли ещё вопросы? Нет. Спасибо. Ольга Васильевна, рецендиент и руководитель. По совместительству. Да, конечно. Вы можете присесть тогда, Виктория Валерьевна. Представленная к рецензированию работа представляется весьма актуальной, поскольку, несмотря на существующие успехи в области лечения онкологических, детских онкологических заболеваний, благоприятный исход таких болезней, к сожалению, не является бесспорным. К тому же актуальность выбранной темы определяется практикой разработки стандартов оказания психологической помощи онкологическим пациентам, в том числе в детской онкологии. С точки зрения любого пациента ситуация онкологического заболевания является стрессовой, и некоторые авторы считают ее, в том числе, кризисной. Естественно, что клинический психолог должен понимать особенности такого рода пациентов и понимать, в какой области он может помочь этому пациенту справиться с той трудной ситуацией жизненной, в которую он попал. Для подростка это трудно еще и тем, что сам подростковый возраст является достаточно таким тяжелым, эмоционально насыщенным, а ситуация болезни тоже эмоционально насыщена, и здесь очень много отрицательных эмоций. Рецензируемая работа содержит введение три основные главы, выводы, заключения, список используемой литературы. Во введении аргументированно представлена актуальность исследования, выдвинута цель, намечена задача исследования. В первой главе представлен теоретический анализ проблемы, периодизация подросткового возраста у разных авторов и проблемы у подростков, а также отношение к болезни у самих подростков с жизнеопасным заболеванием и их родителей. Автор последовательно раскрывает представление ученых об исследовании психологических особенностей больных, нуждающихся в трансплантации костного мозга и или гемопоэтических столовых клеток, в частности, особенностях переживания болезни детей, а также эмоциональных реакций с их родителей. Но при всем многообразии литературных источников и представленных взглядов на изучаемую проблему, было бы неплохо представить и авторский вывод по аналитическому обзору литературы. В качестве методов исследования были выбраны психологические методы, это клиническая беседа, которая текла в свободном режиме, метод наблюдения и экспериментально-психологические методы, которые Виолетта Валерьевна перечисляла на слайде. Большинство из этих методов были разработаны довольно давно, но тем не менее являются актуальными и рабочими и по сию пору. Необходимо отметить, что у Виолетты были учтены особенности санитарно-эпидемиологического режима отделения трансплантации костного мозга. Именно поэтому бланковые методики были принесены в персональную брошюру для каждого пациента, что представляло наибольшее удобство работы с данными методиками. Необходимо также отметить, что работая с подростками, Виолетта считала своим профессиональным долгом следовать всем правилам и стандартам при проведении такого рода исследования. Именно поэтому с каждым пациентом ее было оформлено информированное согласие в письменном виде. Авторам работы дается довольно подробное описание методов, что дает дополнительный процент заимствования в данной конкретной работе, как в тексте. В то же время в этом тексте отсутствует указание на то, в связи с какими задачами эти методы используются в данном конкретном исследовании. В тексте основной главы, тем не менее, можно увидеть указание на использование отдельных критериев студента, спирмна, пирсона, однако без соответствующей аргументации. Хотя можно отметить, что то, что было сказано по коэффициентам корреляции, то все критерии отмечали одно и то же. То есть данное исследование является достаточно валидным. В качестве объекта исследования на базе клиники научно-исследовательского института детской онкологии, гематологии, трансплантологии МИРС Максимина Горбачевой первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Академика Павлова были изучены 30 подростков в возрасте от 11 до 21 года. В основной части последовательно представлены результаты экспериментального исследования и их интерпретации. Дизайн основной работы оформлен в виде перечня результатов различных методов и их сравнения между двумя группами – пациентами мужского пола и пациентами женского пола. Значимых различий по большинству методик не обнаружено. Проведен анализ клинической беседы, приведены анализы результатов всех методик, используемых в исследовании, а также сравнение результатов между группами пациентов мужского и женского пола. В конце работы автор проводит выводы, строго вытекающие из представленных в основной главе результатов. Собственно, в заключении дается краткая характеристика самой работы с указанием на то, в каком направлении необходимо работать психологу с подростками, проходящими лечением методом трансплантации костного мозга, так как у пациентов-подростков может определяться высокий уровень личностной тревожности, что может привести к нестабильности эмоционального состояния в ситуации лечения. Список литературы состоит из 32 источников. К сожалению, в литературных иностранных языках не представлены, и только два литературных источника изданы за последние пять лет, что не может отражать актуальности, актуального состояния проблемы. Тем не менее, основная часть работы дает основанию утверждать, что автор ответственно отнесся к выполнению поставленных задач, продемонстрировав навыки научного подхода и профессиональной компетентности при обсуждении полученных результатов. Несмотря на отмеченные в данной рецензии замечания данной ночной работы Мотива и Виолетты Валерьевны, индивидуальные психологические особенности пациентов-подростков, проходящих лечение на отделении трансплантации костного мозга, производят хорошее впечатление по своим формальным характеристикам, отвечая требованиям, предъявленным такого рода работам. Необходимо отметить, что Виолетта Валерьевна, выполняя самостоятельно эту работу, проявила себя как вдумчивый специалист. Она продемонстрировала навыки установления контакта и проведения наблюдения. Все пациенты, участвующие в исследовании, получили обратную связь от исследователя. Большое спасибо за проведенную работу. Спасибо. Уже в рецензии и в тех вопросах, которые задавались Виолетте Валерьевне, уже понятно, в каком направлении она может двигаться дальше в продолжении этой работы. Большое спасибо и огромных успехов.